Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы будем вместе с вами тестировать самые странные кисти с Алиэкспресс. Каждая из этих кисточек на сайте стоит около доллара, некоторая по доллар пятьдесят. В общем, все мега бюджетно. Ну что, давайте проверим, действительно ли они работают. Я уже очистила кожу, сняла остатки тонального крема и сегодня у меня довольно много непрошенных красных гостей. Проверим, насколько мне удастся с помощью новых кисточек сделать себе красивый тон. Начнем с вот такой вот малышки. У нее не ворс, а как бы спонжик такой. И это то, что нужно для нанесения тональной основы. Ну, это для моей сухой кожи. В общем, это мне немножко напоминает микрофон. И дальше я не буду фантазировать, вот серьезно. Спонж, как положено, я уже смочила водой. А на тыльной стороне ладони я уже замешала свой тон. Это Match Perfection от Rimmel и Essence Stay Matte. Сейчас я серьезно подсела на спонжи. И мне нравится, как это выглядит на моей коже. Сейчас посмотрим, смогу ли я добиться этого эффекта при помощи, ну, так называемой кисти. Пока ощущения очень странные. Может, как-то вот так попробовать? Нет, это точно не тот вариант. Значит, попробуем такими движениями все-таки как будто вбивать тональник в кожу. Тонки сначала выглядела очень не очень. Сейчас довольно неплохо. Для сравнения, моя прыщавая сторона и затонированная сторона. По-моему, выглядит очень даже неплохо. Честно, не ожидала от вот этого что-то грандиозное. Шелушинки мне не подчеркнуло. И тон очень даже ровненький получился. На вторую половину лица я буду наносить тон с помощью вот этой кисточки. Это даже не кисть, а скорее какой-то силиконовый аппликатор. Он очень странный на ощупь, но я не могу сказать, что это мне не нравится. Очень упругий, силиконистый. Сейчас посмотрим, работает ли он. Все тот же тон я наношу, ничего не меняя. И пробуем. На этот раз, наверное, лучше... Ох! В смысле? Боже! Такое чувство, что я наношу тональник шпателем. Очень плотное покрытие. Делает очень прям замазка, замазка. Сейчас могу это все растушевать. Это, конечно, намного быстрее, но прям маска такая конкретная получается. К носу подступиться сложнее. Но на щеке, там где большая площадь, работает очень даже быстро. Подчеркнула объем кожи. Вот здесь вот пушок подчеркнула. Я думаю, точно так же работают знаменитые стили спонжи. Попробуем вот такими движениями. Крем наносится, потом снимается. Звук очень странный. Честно, я сейчас немножко в шоке. Вот серьезно, было же все так плохо. Что сейчас произошло? Почему это все выглядит довольно хорошо? Что с тобой не то? Для сравнения, спонж мне сделал более тонкое и такое натуральное покрытие. Вот эта силиконовая штука мне очень быстро сделала тон, но покрытие получилось тяжелее и плотнее. Нетронутым у нас остается один лоб и для него я подготовила особенную конфетку. Это вот такая вот нашумевшая кисточка в виде зубной щетки. Она очень плотно набита и на ощупь, да и вообще внешне очень похожа на цветок камыша. Ну помните тот, который коричневый такой стержень? Все тот же тон. Эх, мне жалко так ее пачкать. Ну что, поехали? Вот так, круговыми или... Вот эта вот кисть самая приятная. Она очень нежно касается кожи. Мягенькая и приятная. Посмотрите, как быстро распределяет продукт. Вот и все. Все. По сравнению с спонжем, кисточка кушает очень мало продукта. При этом довольно щедро его отдает. В целом, тон похож на тот, который мне сделал спонж. Ну какой-то более тонкий и растушеванный. А что если с помощью вот этой щетки попробовать нанести более плотную основу? Ну, например, кремовые тени. Сегодня не повезло моим колор тату. Простите меня, пожалуйста. Я вас немножечко тут потревожу, да? Эй, мне так жалко их. Даже во внутренний уголочек я могу добраться этой кисточкой, но очень ровненько. Посмотрите. Две секунды даже пальцы пачкать не нужно. Единственное, все-таки она большеватая даже для моего глаза. И продукт у меня растушевался практически аж до бровей. Получился такой немножко макияж в стиле 90-х. Хорошо, что это не синие тени. Теперь мне нужно закрепить макияж. И для этого я возьму вот такую вот толстушку. Очень странная кисть. У нее коротюсенький ворс, который напоминает мне шерсть корота, что ли. Она идет для сухих текстур. И я ее нанесу сегодня пудру и румяна. Посмотрим, как она с этим справится. Набираем кисточкой продукт. Боже мой, как она прикольно выглядит. Толстушечка, как морковка такая. Попробуем таким движением. Не совсем тонкое покрытие получается. Давайте попробуем таким движением. Это можно, но очень долго. Я такое не люблю. Неплохо, но все-таки я любитель более пушистых кисточек. Более подвижных. Они работают быстрее, мягче и приятнее. Да и растушевывают продукт они намного лучше. И за счет этого покрытие будет тоньше. Здесь же оно плотнее, чем мне нужно, например. Ну что, посмотрим, как она работает с румянами. У меня вот такие вот розовенькие. Тоже, кстати, из Алиэкспресс. Честно скажу, в качестве кисти для румян она мне нравится больше. Такой-то прям рассеянный такой эффект получается. Очень растушеванный. Я, конечно, сейчас переборщила. Но это для того, чтобы показать, на что она способна, в общем-то. Действительно, румянец выглядит как будто изнутри. Ну что, у нас остается две кисточки и обе они для коррекции. Поэтому я беру свой корректор-бронзер. У меня вообще вот такой вот позорный тестер от Essence. Посмотрите на эту кисточку. Это просто гениально. Представляю, как это выглядит со стороны, когда вот вы сидите и себе рисуете там лицо, шпаклюете. Она плоская и ровно подстриженная. Это идеальный вариант для коррекции носа. Набираю продукт на кисть, прикладываю кисточку к носу и начинаю прорисовывать. Если я сейчас нарисую неровную линию, у меня получится эффект сломанного боксерского носа. Не знаю, виден ли вам эффект. Мне что-то не очень. Наберу побольше продукта. Я, конечно же, утрирую и я напереборщила с продуктом. Но все для того, чтобы увидеть эффект. Ух, нос какой у меня. Сейчас похоже на барсука. Честно скажу, мне понравилась эта кисточка. Это очень удобно. Она идеального размера, идеальной плотности. И, блин, как она круто выглядит. Сейчас у меня в итоге получится травести дива. Слишком явная коррекция. Слишком явная. Она идеальная по размеру и плотности. Ей, кстати, можно попробовать также наносить тональник или делать коррекцию скул. Но для скул у меня отдельная вкусняшка. Знакомьтесь, наша последняя красотка. Очень интересная и загадочная кисть. Если ее вот так вот повернуть, она напоминает по форме восьмерку. Ворс неимоверно мягкий, очень плотно набитая. И она у нас идет для коррекции формы скул. Вот как она должна ложиться. В общем-то, все должно быть идеально. Проверим, работает ли она. Набираю все тот же продукт. И здесь у меня возникают трудности. Потому что я не могу равномерно набрать на кисть вот этот бронзер. За счет ее такой изогнутой формы. Где-то больше набирается, где-то вообще не набирается. В общем, посмотрим, как оно будет. Есть скул или нету? Не получается у меня равномерная растушевка. Где-то выходит пятно. За счет ее углубления вот здесь очень удобно ложиться. В итоге, что я могу сказать по поводу вот этой вот кисточки? Первое. Она очень круто выглядит. И это факт. Следующий пункт. Я не уверена, что вот эта вот форма помогает равномерно нанести продукт. И хорошо его растушевать. И все-таки я не очень понимаю кисточки, которые делают только одну функцию. Например, как вот эта. Наносить только бронзер. Как бы том ей нанести нереально. Скажу сразу. Пудру тоже нет. Румяна? В этом плане вот такие вот варианты мне нравятся намного больше. Кстати, вот эту вот кисточку можно использовать для нанесения домашних масок для лица. Я прям представляю себе, как это будет приятно. Среди всех кистей мне понравились больше всего вот эти вот крошки. Они действительно работают. На этом все. Напишите мне в комментариях, какая кисточка вам понравилась больше всего. Ссылки на каждую из них я оставлю внизу в описании. Вам нужно будет нажать только кнопочку развернуть. Надеюсь, это видео было вам полезным или интересным. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх внизу. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok